Сербские земли Сербские земли были заселены славянами во время великого переселения народов в VI-VII веках н.э. Первые феодальные государства появились здесь в VIII-X веках. Можно сказать, древним сербам повезло. Их страна была далеко от Константинополя, поэтому василевцам было не до них. Астготы из Италии тоже не успели подчинить их себе, так как в Италию вторглись полки византийского императора Юстиниана. Угрожали первым сербским княжеством авары, но в союзе с Карлом Великим славяне и эту беду одолели. Во второй половине IX века сербы приняли христианство. Как и маравы, они решили, что лучше на словах признать церковную власть константинопольского василевца, чем подчиниться папству. Ведь тот, чья церковь признавала главенство папы римского, политически должен был подчиняться франкским королям. При этом франкское королевство было рядом, и его королям было опасно противодействовать. В середине X века мелкие сербские княжества наконец объединились в первое общее для всех сербов государство – княжество сербское. Подавив сопротивление Болгарии, Византийская империя ненадолго подчинила себе и Сербию, но уже во второй половине XII века сербы вернули себе независимость. Чтобы подчеркнуть свою независимость от Византии, сербы стали величать своего государя не князем, а королем. До начала XIV века Сербия переживала время феодальной раздробленности и междоусобных войн. Крупные феодалы боролись за власть, а роль королей была незначительна. Но с начала столетия короли понемногу стали ограничивать своеволие феодалов. Так королю Стефану Душину удалось создать большое государство, в которое входили земли Сербии, Македонии и Греции. В 1345 году он принял титул царя сербов и греков. Сербский архиепископ был провозглашен патриархом. Душин делал все, чтобы показать миру, теперь Сербия равна Византийской империи. Он даже планировал поход на Константинополь, но его мечтам не суждено было сбыться. Тем не менее, годы правления Душина вошли в историю как период расцвета сербского государства. В это время сербские земледельцы осваивали новые пашни, в городах развивалось ремесло и торговля. В Балканских горах рудокопы строили все новые шахты и рудники. В 1349 году Стефан Душин издал свод законов «Законник». В собранных в нем законах король установил размеры феодальных повинностей, повелел жестоко наказывать беглых крестьян, а их укрывателей карать как изменников. Однако после внезапной смерти Душина единое сербо-греческое государство распалось, по словам византийского историка, на тысячу кусков. Между тем, с востока на Европу надвигалась новая угроза – турки-османы. Продвигаясь вглубь континента, турецкие войска не могли миновать Сербию. В 1389 году турецкий султан вторгся в Сербию с 30-тысячной армией. Сербский король собрал всех союзников, но смог выставить на поле боя лишь 15-20 тысяч воинов. Решающая битва между врагами произошла на Косовом поле. По легенде, сербский храбрец Милош Абилич притворился предателем и прокрался в турецкий лагерь. Османы провели его в шатер султана, где сербский изменник должен был присягнуть новому господину. Но Абилич выхватил из-за голенища нож и убил султана. Сербская армия воспользовалась замешательством османов и начала теснить их. Но сын султана немедленно восстановил порядок в войсках и сам перешел в наступление. Испугавшись натиска турецких воинов, часть сербских феодалов бежала с поля боя. В тяжелом бою главные силы сербского войска были разгромлены. Король, до последней минуты сражавшийся в первых рядах рядом со своими воинами, был ранен и попал в плен. По приказу султана его казнили. После поражения судьба Сербии была решена. Хотя некоторое время сербские княжества на словах еще оставались независимыми государствами, вся жизнь Сербии теперь определялась османами. И только в XIX веке независимое сербское государство было восстановлено. Турецкое владычество тяжелым гнетом легло на Сербию. Свободолюбивый народ притесняли и местные феодалы, и завоеватели. Кроме этого, захватчики были мусульманами, и хотя открыто они не насаждали ислам, все же отношение к тем, кто принял их веру, было более терпимым, нежели к сербам-христианам. Несколько раз сербы пытались изгнать иноземных поработителей, но раз за разом их восстания жестоко подавлялись турецкими войсками. И все же сербы не сложили оружие. Постоянно с турецким владычеством боролись народные мстители и гайдуки. Они вели партизанскую борьбу в лесах и горах, не давая османам ни минуты покоя. Отряды гайдуков существовали вплоть до второй половины XIX века. О подвигах этих смелых людей сохранились многочисленные легенды и предания.